Всем привет, ребята! А вы знаете, что игра Бенди и Чернильная машина стала настолько популярной, что в соцсети Амина для нее создали целое приложение? Теперь все фанаты этой игры могут собраться вместе и обсуждать последние новости из мира чернил. В Амина Бенди вы можете делиться с другими пользователями своими рисунками, фанфиками и, конечно же, хорошим настроением, участвовать в интересных конкурсах и викторинах. Вы можете повышать уровень своего аккаунта, зарабатывая баллы за активность и самое высшее звание, которое вы можете получить, это сам создатель игры Митли, так что если вы хотите почувствовать себя на месте Митли, тогда вам точно стоит скачать Амина Бенди. В приложении вы можете создать свой собственный чат, и если вам лень писать, для вас существует голосовой чат, что намного упрощает общение, или вы можете выбрать из уже существующих чатов и найти там себе новых друзей. Теперь наш канал присоединился к Амина, и лично мне больше всего понравилось проходить викторины, где можно соревноваться с другими участниками на знание игры Бенди и Чернильная машина. Мы даже создали свою викторину специально для вас и ждем вас в гости. Приложение разработано специально для Айос и Андроидов и скачивается абсолютно бесплатно. Ссылки на скачивание мы оставили в описании под этим видео. Устанавливайте приложение и участвуйте в наших новых викторинах. До встречи в Амина, я буду вас ждать! Всем приветик, ребятки! Вот вы и дождались 93-го выпуска. Обалдеть, уже 93-й выпуск. Боже мой, тут до сотого осталось рукой подать. Кстати, говорю сразу, в сотый попадут только новогодние картинки, поэтому сотый выпуск у нас будет особенный новогодний. Имейте это в виду. Бенди, не кажется, что ты погорячился? Сотый выпуск новогодний. Там, по-моему, до Нового года еще далеко будет. Ну, ладно, ну пусть не новогодний, но предновогодний, особенный. Он должен быть красивый, поэтому туда будем брать избранных, скажем так. Но сделаем несколько новогодних выпусков, чтобы никто не обижался. Ну, вот это другое дело. Надо сделать пять новогодних выпусков, чтобы поднимать настроение до Нового года. Потому что самое главное перед Новым годом настроение поднять. Это ты правильно заметил, Борис. И еще хотел немножко уточнить для тех, кто у нас хочет участвовать в конкурсе на обложку нашей группы ВКонтакте. Ребята, рисовать персонажей надо в линию, потому что картинка, она узенькая и она длинная очень. Поэтому персонажей надо рисовать в узенькую полосочку такую, и можно их по пояс рисовать, потому что во всю длину они могут просто не поместиться. А если вы еще не в курсе про наш конкурс, то информация о нем есть в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на группу мы оставим под этим видео, так что заходите, читайте. Кто хочет поучаствовать, обязательно участвуйте. Рисунки будут приниматься до конца ноября. А знаете, как я поднимаю себе новогоднее настроение? Я вот здесь вот для себя складываю мандаринки, да. И когда одна остается, я ее до последнего не съедаю, потому что больше взять негде. Сэмми зажал мне мандарин, говорит, вы слишком много мандарин едите, мой лорд, я вам больше не дам. Кстати, если, ребята, у кого-то есть варианты поднятия новогоднего настроения, поделитесь, пожалуйста. Может кто-то фильмы смотрит какие-то интересные перед новым годом, или какие-нибудь мультики, посоветуйте мне что-нибудь, чтобы настроение было на все сто. Опачки, мандаринчик, а я думаю, где мандаринок взять, мои уже закончились. Э, Кол, убери лопы, это моя мандаринка. Да ладно тебе, что для брата мандаринку зажал? Нет, это моя священная мандаринка, ее нельзя трогать, она последняя осталась, Сэмми мне больше не даст. А, вот паразит этот Сэмми, он мне тоже не дал, говорит, у тебя аллергия будет. Да он просто о вашем здоровье заботится, вы этого не понимаете, конечно, по килограммам в день жрете. Не будет у меня никакой аллергии, у меня вообще не может быть аллергии. Так, привет, ребята, сегодня я к вам пришла в гости, что вы тут спорите? Вот я килограммчик мандаринов принесла, кому мандаринов дать? Э, мне давай мандарины, мне! Нет, мне дай, у меня одна осталась! Э, так-так-так, тихо, не шуметь. А мне колбасы ты купила! О, Борис, прости, колбасы я не купила, только мандарины принесла. Ну вот, как всегда, этим, значит, мандарины, а Борису шиш с маслом. Ну ладно-ладно, Борис, я тебе в следующий раз куплю. Катерина, где моя новая сковородка? Я не могу на этой уже готовить. Ты же мне обещала купить новую сковородку. А мне-то обещала красивые заколки купить к четвертой главе. Ага, мне обещала десятый айфон и виллу на Гавайях. Кола, у тебя там нигде не треснет, а? Или ничего не слипнется? Вилла на Гавайях и десятый айфон ему. Ты что-то уже наврал, по-моему, с три короба. А вот новое мягкое кресло ты мне обещала купить. О, ребят, ребят, подождите, подождите. Э, я, кажется, все поняла. В окно! Э, куда пошла? Мандарины оставь! Ой, елки-палки! Ну, Алиса, ты со своими заколками. Ну, нужны тебе те заколки. А мы теперь за тебя без мандарин остались. А я на улицу сбегаю, соберу мандарины! Ну вот, а мне опять придется ждать сковородку полгода. Бенди, ты не только без мандаринов останешься, но и без меня. Так что сегодня без новостей. За мной пришел Кайл. А, за мной пришел Кайл, и я теперь убегаю, тра-ля-ля-ля-ля. Ну и беги, подумаешь, без тебя обойдемся. Борис, а ну-ка иди садись рядом, со мной будешь мне помогать. Ой, Бенди, извини, не могу, я там Сэмми помогаю. А, ну вот, этот за мандарином и убежал. За этой Кайл пришел. Это вообще в окно выпрыгнуло. А мне что, одному, как всегда, за всех работать? Нет, ну почему? Вот, смотри, я ее привел. Пыталась через мусорные баки сигануть, но я ее поймал. Ну отпустите меня, ребята, мне надо в контакт эти рисунки собирать. Ну уж нет, мы тебя не отпустим. Ну и что будем с ней делать, ребята? Мой лорд, я предлагаю сделать ее моей помощницей. Оденем на нее маску, будет мне на кухне помогать. Ммм, дельное предложение, Сэмми, надо подумать. А можно его посадить критику вместо кола делать? Ну я не умею критику делать. Ничего, мы тебя научим, подумаешь? В окно он научилась прыгать? Борис, а у тебя есть какие-нибудь дельные предложения? Что нам с Катеринкой делать? Ой, я вообще без понятия, делайте что хотите. Она мне колбасу не купила, я обиделся. Так, в общем, сейчас у нас будут загадки, потом минутка пони, а потом мы решим, что с ней делать. Итак, загадка номер один, я думаю, вы с ним знакомы. Загадка номер два, чей это костюмчик. Загадка номер три, как зовут этого чувачка в красном галстуке. Загадка номер четыре, как зовут этого товарища, который держит меня в руке. И загадка номер пять, я думаю, это вы тоже легко отгадаете. А теперь минутка пони. В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Это замечательно, Кэти. Хотя, немного странновато. Пони для детей, это ложь на зверь. Ваня, спаркл, пинки, пай, эпплджек и сладышай. Не переживай, не отступим мы. Рэйбл, дешевер, идти, бронестань, свой путь найди. Нет пути назад, и я мультфильму правда рад. Зря смотреть я не хотел, думал, что не мой удел. И пусть есть сомнения, смотреть продолжу я. Все, минутка пони закончилась. Давай, Катеринка, садись сюда, будешь озвучивать рисунки. Точнее, нет, не озвучивать, критиковать. Вот тебе первый. Ну, а что тут сказать? Ну, просто красный Бенди. О, этого я знаю, это Эйр. Вот красный фломастер у кого-то заканчивается. Это Сэмми танцует с Норманом Полком. Очень красивый рисунок. Молодец, автор, пятерочку тебе ставлю. Здесь Винди нарисован и Бенди. Винди, Бенди, Бенди, Винди. Очень красиво, разноцветно. А это, я так понимаю, Новый год. Алиса, Борис и Бенди едут на олени. Олень, это Сэмми. Так, критику от Бенди, это от тебя критика. Не-не-не, я не критикую, я слишком добрый. Ну, красивый был рисунок, разноцветный, такой космический. Бринда, 19 лет, мечтает найти семью. Колушка, возьми ее к себе под крыло. Эй, у меня нет крыльев. Я бы с удовольствием, конечно, с Эднес. Может, возьмешь Бринду себе под крылышко. А у меня тоже нет крылышек. Ну, вот незадача. Зато смотри, вот у девчонки какой свитер классный с моим изображением. Подожди, Кол, ну там написано, что она хочет пообщаться с тобой и скрывать свои чувства. Эй, ничего не знаю ни про какие чувства. Я тут вообще не при делах. Ну, это ты уже сам разбирайся. Я тут тоже не при делах. Так, 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 не отвлекаемся на чувства. Давай дальше критикуй. Ну, здесь критиковать нечего. Красивые сердечки, красивая девочка. А здесь я вообще не знаю, что здесь критиковать можно. Ну, вот и я им говорю, что здесь можно критиковать. Вот здесь можно критиковать. Девчонка красивая стала. Понятно, в прошлый раз она страшная была. А мне-то такой черт, таки венгалы нарисовали. Я теперь на сову какую-то похож. О, а этого я знаю. Это Роскомнат Бенди. Я его знаю. А это мимимишки из мультика про мимимишек. Чё, какие мимимишки? Ты знаешь, как этот мимимишка всех на запчасти разделывает? Это не мимимишка, это Фредди Фазбер. А вот это кто, по-твоему? Ну, это какой-то клоун, колобок-убийца. Эх ты, колобок-убийца. Это Оно. А вот это что такое? Это свитер Мейбл. У Мейбл очень красивый свитер. Даже мне один нравился, там с радугой у него такой был. А в одной серии она лампочки на себя одевала. Так вообще получился шикарный свитер. А что ты можешь сказать о вот этих людях-кружках? Ну, кружки-кружки. Хотя в мужском варианте, мне кажется, они лучше выглядят. Но в женском тоже неплохо. Слушайте, ребята, а можно я вот этот чаёк выпью на окне, который стоит? Ну да, конечно, Петь. Чё же мы не совсем звери, чайку тебе попить не дадим. В окно! Ах ты, етить-колотить, а ну как же я сразу не додумался. Кола, ну-ка быстро беги за ней. Э, не, я больше не буду бегать. Беги сам, там холодно на улице. Не, я тоже не хочу бежать. Я хвост отморожу. Ну и фиг с ней, пусть бежит. Так, всё, Катеринку больше в студию не пускать. Она уже все окна нам тут перебила. А я вам сразу говорил, надо было её за колбасой послать и за мандаринами. А вы тут работать, работать её заставить. Сейчас бы хоть колбасы пожевали. Ну ладно, раз Катеринка смылась, давай, Кол, садись на своё рабочее место. Я раскритикую тебя до смерти. Ну что, испугались? Ладно, я пошутил. Отличная скульптура, мне очень нравится. Всё красиво выполнено, даже зубки. Даже зубки так аккуратненько сделаны. Молодечек, пятёрочку тебе автор. Критику от Сэмми, Сэмми не даёт критику. А я вот могу сказать, надо было над стульчиком получше поработать. А так рисунок очень красивый, оригинальный. Чудо вокруг, лишь оглянись. Ну, мне нравится костюмчик, мне он идёт. Так, вот здесь всё нарисовано вроде классно, но шляпа. Ну надо было уже на голову ему её одеть, а то она как-то висит в воздухе, непонятно. Здесь всё прекрасно, замечательно, смешно и весело. Хотел похвалить этого автора за очень такую утончённую, красивую Алису. Так, здесь два момента. Ей по рукам проехался поезд, и губы она накачивала при помощи пылесоса. Норман попытался повторить за ней, но у него ничего не получилось, и поэтому с ним что-то случилось очень страшное. Из этого шедевра хотели сделать самолётик. Если бы сделали самолётик, мне бы было немного полегче. Седнеса я люблю в хорошем настроении, здесь он очень злой, очень страшный. А здесь вообще не раскрашенный, ребята. Ну давайте уже начнём раскрашивать рисунки. Ну если Седнес, он голубого цвета. Ну так делайте же вы его голубым, что он прозрачный. Здесь хотелось жёсткой критики автору. Ну автор красивый рисунок, какая критика. Ноги у него немножечко смешные, если хотел что-то серьёзное нарисовать, то надо было ноги как-нибудь пострашнее сделать. Элли, Титля и Ронда. Ну Ронда, Элли всё понятно, а вот с Титлей, что у неё с именем? Ну если посмотреть на её Титли и то место, куда их приклеили, то конечно она реально Титля. Рисунок неплохой, но вот этот обруч над её головой портит весь вид. Нимб должен быть маленький. Эта Алиса напоминает мне Кэти Топурио, очень сильно похожа. Ну как Алиса, она тоже неплохо выглядит, правда вот этот кружок на носу непонятно для чего. Так вот, что происходит, если ты против Ада. Ой, ребята, понежнее рисуйте. Вот Ивангай весёленький, зелёненький. Или вот, пожалуйста, Оутор. Блин, ну тут тоже с топором. Этот вообще весь кровищи облитый, ну что ж вы такие жестокие. Ещё раз повторюсь, дети, ну зачем вам критика? Ну вы только рисовать научились. Ну что я тут могу критиковать? Ну здесь просто нечего критиковать, милые детские рисуночки, продолжайте учиться. Здесь можно откритиковать только вот этот хохолок на голове. Я не пойму, ну что за фишка такая, как будто ей локон волос отрезали. Или она яблоко себе на голову напялила. А так рисунок просто шикарный. Ребята, если вы создаёте своего персонажа, то ему нужен, конечно же, цвет, раскраска какая-то. Истории пишут все отлично. Просто на поллиста история. Маленький там уголочек для своего персонажика. Здесь вообще целая машина убийств какая-то. Сверхъестественная. Да, хочется именно вот так сделать. Изыди. Нас уже просто завалили персонажами. Куча персонажей со сверхспособностями. Ребята, я вам запрещаю делать больше одного персонажа в месяц. Но мы не можем их солить в бочки. Давайте будем рисовать ближе к теме. Всё-таки у нас тема Бенди и чернильная машина. Ну что-нибудь по максимуму приближённое. Кол, ты тут опять детишек обижаешь? Да я не обижаю никого, ребята, ну правда. Ну завалили просто уже этими персонажами какими-то непонятными. Ну это да, завалили немножко. Так что, ребята, давайте рисуйте меня, Бориса. Вот Сэмми очень редко рисуют Бориса. Вообще никто рисовать не хочет. Бедный Борис. Скоро у нас вообще с канала пропадёт. Будет у нас без рисунков. Сэмми... Вот Алису нормально рисуют. Меня нормально рисуют. А вот Сэмми с Борисом что-то совсем никто рисовать не хочет. Ну вот и я о том же говорю. Скоро они все попропадают. И меня тоже не хотят рисовать. Не, Кол, ну ты не жалуйся. Тебя и тогда рисуют. Вот смотри, ты тут трусы в горошек сказал, что вышли из моды. Вон предъяву тебе пришли сделать. Типа давай выйдем. Ну хотя да, это я зря сказал. Трусы в горошек, они всегда в моде. Так же как и трусы в сердечко. Ну вот и отличненько. А то думал, я уже не модный. А вот это что, кстати, за такой мальчик с прической Элвиса Пресли. Рядом со мной стоит и тоже чернила пьёт. Какой-то новенький чернильный ангел, похоже. Здесь вот даже подписано Макс. Я прочитал Макс. Но я не знаю, это автора зовут Макс или этого ангела зовут Макс. А здесь вот он отчеловеченный такой, хуманизированный, назвал меня мелочью. А это уже мы с ангелов перешли в мир скелетов. В подземный мир из небесного. Здесь уже у нас красавец замечательный Санс идёт. С его замечательной синей курткой и белым пушком. А здесь мы дерёмся с Сансом. Я против Санса, но я вообще бессмертный. У меня преимущество вроде как есть. Ну, наверное. А здесь мы ударим Эррор Бенди по Эррор Сансу. У нас теперь тоже всякие Эрроры и прочие вселенные. И у нас даже есть свой Ласт Бенди. Да, у нас есть Эррор Бенди и Ласт Бенди. А мне вот интересно, это Синем он кого назвал? Ну, навряд ли этого милого котика-тигра он назвал таким словом. Может быть, он имел в виду нашего Роском Бенди. Кстати, Роском Бенди рекламирует таблетки от шиперства Антишипер. Вот надо их нам сейчас принять, потому что дальше пойдут несколько шипов. Ну, они такие не острые, лёгенькие такие шипики. Вот один из них, это Ангел Ред целует вот этого чёрного красавчика. А здесь Рэча, вот этого зелёного зовут Рэч. Я помню, как его зовут. Так, это Нурай от Нурай. Все почему-то отвернулись куда-то. Это Алиса, косплей на Алису. Правда, без лица. Лицо вместо... Телефон вместо лица. Это Сэмми спасает меня. Это Анти, но тут он, честно, я вам скажу, он тут больше похож на какую-то обезьянку, которая сбежала из зоопарка. Это бабушки-кружки, которые когда-то были братьями-кружками. А вот один из них что-то явно не в себе. Что-то ему, походу, кипятка налили. Хоррор Бенди. Ни шик, ни блеск, но своё родимое. Кол, Анти и Сэднос в виде кого-то. Вот я, честно говоря, не могу понять, в виде кого они тут изображены. Если кто знает, подскажите. Это Алиса Вокалоид. Это Ява Вокалоид. То есть мы типа поём. На самом деле я петь вообще не умею. Это Оутер. Слава богу, что без топора? Без топора мне больше нравится. Это Борис что-то спрашивает, что происходит. Борис, мы снимаем передачу. Да, вот Борис чай здесь пьёт в таком красивом цветном костюме. О, Меллаха. Ну, конечно, Меллаха. Мне нравится очень красивый рисунок. Ой, а тут вообще жуть какая. Надо было её вначало вставить. Ещё один ФНАФовец в конце тут у нас. Так, имя Ник, брат Грея. 12 лет боится, когда Грей пропадает. И боится Алису. Это странно, конечно. Ты хочешь танцевать для меня? Ты правда этого хочешь? Да, фиг я для кого танцевать буду. Да, они умеют танцевать. Тогда чипсы тоже знают. Кто такой Бенди? Да, чипсы они всё знают. Имя Шеннон. 107 лет. Не любит, когда её тискают. Друзья Алиса, Борис и Бенди. Это хорошо, я её друг. Баю-баюшки, бою. Не пишите мне фигню. Придёт дядя Перпл Гай. И отключит вам фай-фай. Что такое фай-фай? Кто-нибудь в курсе? Расскажите. Эли такая серая, мрачная. Потому что узнала смысл жизни. Боже мой. Кол? Я заболела. Не буду вести критику. Давай я тебя заменю. На, держи чай. Спасибо, я пойду лечиться. Эта сценка называлась «Колл размечтался». Так, автор Рита. Так, критику от Колла. Да, нормальная девчонка. Очень симпатичная. Только я бы тельце, конечно, ей побольше бы сделал. Но она маленькая такой тельце. Бедный Сэмми, такого милого заставляют работать. Вот за труд Сэмми ему полагаются одежда, шорты, футболка, свитер, шапка и шарфик. Надел страшный костюм. Бенди, хватит играть. Смотри, какой милаха. Отпусти его немедленно, говорит она. Так, давай я станцую, а ты дашь мне печеньку. Это я что ли такой тут в юбке и прошу печеньки? Здесь нарисован Борис в стиле Рэмбо. Такой накачанный, с маленькой головой. Так, здесь у нас Роберт и кто-то работающий в баре. Ну так, нарисовано, непонятно. Это Сэмми примеряет обувь, причем правая туфля у него мала. И спрашивает, а я хорошо рисую? Да нормально, ты рисуешь, все понятно. Я ее не трогала. Почему она ноет? Черт узнает, что она ноет. Ну, кто-то конфеты у нее отобрал. Вот тебе зимой увидела она в Бенди, вылезающего из досок. Спайси, звездный ангел, сестра Алис иногда себя ведет как аутер. О, это вообще, это жесть какая-то просто. Я даже не знаю, что и сказать. Это Сэмми, Сэмми с длинными волосами. Это подкармливают пирожным. Блоху, блоху подкармливают пирожным. Это, это Борис, наверное, я так думаю, судя по ушкам. Вот это я не понял. Это человек-телевизор или человек-кружка? Это я что-то чем-то недоволен, но очень ругаюсь сильно. Я правлю миром, говорит Бенди Надзортян. Это я спать лег. Да, я обычно так сплю, тетрадным листом укрываюсь и все. Это еще одна Алиса, только уже в черно-белом варианте. Кто у нас еще есть? Критику на Флауи. Да вы что, ну красавец Флауи. Это Норман Пол, если кто не рассмотрел, что тут нарисовано. Я спрятался за углом и слежу за Генри. Хотя не знаю, зачем я за ним слежу. Он поворачивается, и я раз, резко прячусь. Он такой говорит, наверное, показалось. Чего я за ним следил? А тут чего ты боишься больше всего? Красный шарик или меня. И тут я бегу за этим красным шариком два в одном. Представляете, какой это мега ужас. Я и красный шарик. Кэп, пошли на колесо обозрения. Ну или в казино. Все говорят, Кэп, как поднять бабла. Но Кэп, наверное, не знает, как его поднять. Иначе бы он не служил вот этому замечательному человеку, Кинг Дайсу, и не собирал бы для него души. Ну ты урод, конечно. Если ты скажешь еще хотя бы одно оскорбление, лишишься глаз, поняла? Да не вертись ты, Блэд. Бэнди, я ухожу. Но почему? Но Генри не объяснил почему и ушел. Сэмми, где мое печенье? Кричу я, а Сэмми выкидывает его в мусорку. Я ему говорю, ты вообще меня слышишь? Ух, негодный Сэмми. Миррор, у нас собрание, можешь погулять? Да, конечно, я поиграю с зеркальцем. Вот и молодец. И тут Миррор идет гулять с зеркальцем, и случайно оно у него падает, катится, и подкатывается к двери, где идет собрание, и он начинает слушать. При всем моем уважении, мистер Фрэнсис, вы оживили мультяшек, и вы спрашиваете, как заработать? Мы не можем их убить. Но что нам мешает сделать клонов? Лима, вы гений! Что ж я струсила, Франциска, а Хайт, что с ними? Франциска, Хайт, боже мой, что они с вами сделали? Что это? Образец 1, образец 2, бедный. Образец 1 скончался, образец 2 способен растворяться настолько, что может проходить через стены. А, однако, сам пришел. Миррор. И тут вдруг врывается Сэм, и дает им всем по башке. Они падают, и Сэм говорит, надо бежать. Они бегут, но вдруг сзади в них стреляют, и попадают в Сэма. Сэм падает, а Миррор бежит дальше, бежит, бежит, и, в общем, убегает. Они стоят и говорят, ну что ж, надо будет делать нового клона. Миррор убегает и пробирается в ту комнату, где были Хайт и Франциска. И оказывается, что они живы, но Франциска сомневается, что сможет летать, а Хайт теперь может превращать все в плесень. Ну, главное, что они живы. Почему ты мне врешь? Я не Кевин. Ммм, что за шума драки нет? Ай, черт, ну вы одинаковые, ну прости. Хей, я готова обедать. Мне б доделать и к самому интересному. Пошли, пошли, сейчас там такое будет. Ммм, давай, ешь, ешь. По-моему, съесть две пачки аскорбинок небезопасно, да еще и залпом. Да-да-да, эффект будет похлеще, чем от моих таблеток. Ух, мы с тобой успели. После двух пачек аскорбинок с залпом. Эй, народ, вызовите кто-нибудь скорую этому дебилу. А сейчас урок, как нарисовать Бенди. Рисуем кружок. О, Бенди, египетская сила. Че это такое? Эээ, ну, это как бы ты. Че? И этим замечательным пип мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Всем спасибо, ребята, за внимание. Те, кто себя не увидел, не расстраиваемся. У нас очередь очень большущая, теперь прибольшущая. Так что вы обязательно себя увидите или в следующем, или в следующем, или в следующем видео. Но вы обязательно себя увидите, помните об этом. Ну все, ребята, всем огромное приветище и всем пока-пока. Всем пока, ребятки. Наш канал поздравляет с днем рождения Темочку Ермакова, Ивана Кузнецова, Аньку Антонову Няшу, Арсена Джамалова, Анну Зименко, Аню Лис, Ануара Ясмуханова, Чару Дримур, Викторию Саву, Артема Михайличенко, Сали Волк, Тангл Китс, Софию Куклину, Поздравляем Полину Волохович, Екатерину Гармашову, Татьяну Дементьеву, Семена Карабицына, Анну Зименко. Передаю приветик Алисе Ангелу, Валентине Спиридоновой. Канте 24, Приветище. Ирина Тыникова, Привет. Андрей Соколов, Приветик. И всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok